Как дизайнеру быть уверенным в том, что он делает? Ну, вопрос, ладно, поговорим в целом тогда про уверенность и неуверенность. Если, например, вы как дизайнер чувствуете себя неуверенно, ну, или как человек, в принципе, да, ладно, возьмем как дизайнер, тогда вам, очевидно, нужно поменять состояние, потому что из состояния неуверенности вы получите не очень хороший результат. Вот, значит, вам нужно поменять состояние на уверенность, и тут возникает основной вопрос, как это сделать. Смотрите, если вы чувствуете себя неуверенно, значит, это происходит вследствие какого-то вашего страха. Например, вашего страха в то, что вы, не знаю, как это вам приличнее сказать, ладно, скажу, как есть, обозретесь перед заказчиком. Вот, и берете эту линию и раскручиваете ее до конца. Ну, типа, что будет, если? Типа, окей, я пришел навстречу заказчику или отправил ему, там, макет, заказчик мне говорит, что, типа, это не то, что я хочу, то есть это, получается, уже факт того, что вы, как бы, обосрались, да? И дальше вы раскручиваете. Что дальше? То есть, если вы думаете, что заказчик будет после этой встречи говорить, что вы вообще супернепрофессиональный дизайнер, и вообще никому никогда не стоит с вами работать, а еще он напишет в Инстаграме, в ВК и в Фейсбуке сделать заказные публикации того, что, типа, вот вы такой мудак, и с вами не стоит работать. Вот, если вы так думаете, это, конечно, неправильно, но понятное дело, что это абсурд, да? Вот, что может произойти, ну, по факту? Заказчик говорит вам, что меня не устраивает эта работа. Вы же можете у него спросить? Хорошо, а почему именно вас не устраивает эта работа? Чем именно? Вы можете выяснить у него. Потом, следующий вопрос, а что вы хотите? И таким образом вы выясняете, что ему надо, корректируете действия, передоговариваетесь на новый срок, уходите делать дальше. Приходите на вторую встречу, предположим, что вы опять обосрались. И что может быть, например, страшного в этом? То, что заказчик скажет, что что-то я от вас устал, давайте возврат делайте, да? Ну, бывает так. У меня было несколько возвратов в моей жизни, и я тоже реагировал на первый возврат вот так вот, меня трясло. Потому что мне казалось, что все на этом закончится, моя карьера дизайнера закончится. Ну, как вы видите, не закончилось ничего, да? Короче, вы, например, боитесь то, что заказчик скажет вам сделать возврат. Допустим, если оно так. То есть вы вообще не смогли с ним никак не договориться, прошли пять итераций таких, и он говорит, все, безнадежно, короче, давайте. Вы меня не понимаете. И что, у вас не будет денег сделать ему возврат? Даже если вы потратили деньги на этот проект, и хотите, вы хотите выйти уже из этого проекта, потому что он вам тоже доставляет неудобства, вы можете с заказчиком договориться даже не на полную сумму, а на половину, потому что вы что-то сделали. Ну, это называется мировое соглашение, да, там, в юридической практике. Вот. Договаривайтесь, делайте возврат, может быть, со своих новых проектов, и все, идете дальше. И здесь главное принять то, что это ошибки, это нормально. Все допускают ошибки. Я говорил уже про тему, что результативные игроки, там, футбол, баскетбол, там, и так далее, они результативны потому, что они допускают, они делают много повторов, много подходов, и допускают много ошибок. И у них и ошибок больше, чем у обычных рядовых игроков. То есть больше и ошибок, и побед больше. Фишка в том, что они не залипают, они удача, хоть не останавливаются, двигаются дальше. Вот. Это по поводу, как сконвертировать свое состояние неуверенности в уверенность. Просто раскручивайте. Это по поводу любой жизненной ситуации можно делать. В конечном счете, если вы раскрутите все до конца, до конца, до конца, вы придете к тому, что, типа, ну, я умру. Ну, все когда-то рано или поздно умрут, ну и что. Вот. И поэтому эта мысль вас перестает морозить, и вы двигаетесь дальше, потому что вам отведено определенное время, в рамках которого вы... Лучше бы, чтобы вы сделали максимум. И накосячили, и сделали хорошее дело. Это все. Что еще? Есть еще вторая проблема. Это, ну, как бы, я не уверен, что этот макет стоит показывать заказчику, потому что я не уверен в том, что он сам по себе крутой. И часто дизайнеры залипают на перфекционизме. То есть они берут один макет, короче, и вылизывают его, вылизывают, в первую очередь. Можно, может длиться долго. У меня было такое-то, что я даже не вылизывал макет, я такой... Ну, хотя я был в нем уверен, да, но я просто на него залипал, любаясь на этот дизайн-макет. Например, часа четыре уже сидишь такой, какой крутой макет. Серьезно, была такая фигня. Потом я понял, типа, часа сижу, уже хватит, все такое. Закрываю ноут и иду гулять, там, или что-нибудь другое делать. Или отправляю заказчику и все, или там назначаю встречу с заказчиком. Главное – переключиться. То есть вывод опять, получается, не залипать. Принять следующее действие. По поводу перфекционизма. Если вы делаете там по 50 собственных вправок, да, своего дизайна-макета, там, ну, двигайте пиксели, короче говоря, договоритесь с собой, что вы ограничитесь в следующий раз десятью. Ну, это то же самое, что задать себе какое-то ограничение, либо другой метод – это задать себе какой-нибудь дедлайн. Например, там, окей, я сегодня этим проектом занимаюсь четыре часа, там, с двенадцати до шестнадцати. И все, шестнадцать часов пробило, все, вы такие, окей, я сделал то, что я сделал, все, иду заниматься другими делами. Завтра, конечно, вы можете так делать, если у вас дедлайн не завтра. Если тебя прямо не устраивает свой собственный дизайн макет, и ты двиганием пикселей не можешь ни к чему прийти отдельно, ну, то есть он тебе продолжает, не нравится, значит, там есть какая-то системная ошибка, ну, то есть нужно просто взять макет, разобрать на молекулы, ну, то есть тексты там отдельно, все это, и взять другой референс, но подходящий по визуальной стилистике, и по нему собрать новую композицию. Вот, это будет совершенно другой вариант, другая плоскость решений, другая область решений. Если после некоторой докрутки тебе не нравится этот вариант, да даже, в принципе, докручивать не нравится, если он тебе как бы не нравится, тогда ты берешь следующий референс, по нему делаешь третий вариант из тех же молекул с нуля. То есть, получается, почему дизайнер вылизывает свою собственную работу долго. Вот. Потому что он не может отказаться, да, потому что он не может отказаться от результатов своей работы. А чем отличается хороший дизайнер от профессионала? Тем, что он не залипает на результат собственной работы, типа он сделал, сделал, да, нормально, и он может сказать, что да, это говно, и я хочу по-другому сделать. И переключается быстро на другую задачу, собирает второй, третий, четвертый, и так можно 10 вариантов собрать, и сделать это быстро, потому что он не залипает на двигании пикселей я уже говорил по вам про эту тему что удобнее всего это делать фигме но если вы делаете мобильное приложение или там дизайн сайта какого-то дизайна фиш ничего угодно потому что фильм позволяет быстро собирать композиционные решения ибо там интерфейс проще вот теперь все